Всем привет! В эфире семья Хомченко. И сегодня у нас новая прогулка в выходной по нашему любимому городу. У нас золотая осень. Да, она уже завершается, и поэтому мы её должны проводить празднично. А вы с нами. Сегодня с семьёй мы гуляем по самому нашему любимому району города. Мы находимся в центре города Томска. Находимся в районе так называемого буфсада. Сегодня мы пришли кормить уточек. Ребёнок захотел покормить уточек. Но уточки не в буфсаде, а рядом с ним есть ещё парк игуменский. Сейчас мы пойдём туда. Стена понравилась. Покажи стенку. Если ты её не подальше, то можно будет её посмотреть полностью. Божешь посмотреть полностью? Какая картинка. Уже третий выпуск. Мы не можем нарадоваться тому, что пока у нас сухая и очень тёплая золотая осень. Осень – это наше любимое время года. Но если она только вот такая. Давай я тебя буду снимать. А? Давай я тебя буду снимать. Что ты наденешь, снимаешься? Так приятно на улице. Мы уже не раз рассказывали вам вот этой лютеранской кирхе. Построена она была к русско-немецкому саммиту в 2000-х годах. И она является, ну, практически копией каменной кирхи, которая когда-то была в Томске. Правда, она находилась немножко по другому адресу. А восстановили её в деревянном виде на том месте, где она находится сейчас. Мы как-то уже в одном из выпусков хотели попасть в Игуменский парк. Но так вышло, что мы не попали в то время, когда он работал. У него изменились часы работы. А вот сегодня, выходной день, мы пришли как раз-таки к его рабочему времени. Игуменский парк – это такая маленькая охраняемая природная территория. областного центра дополнительного образования. Основана в 2008 году. В центре небольшое озеро. Вот территория совсем небольшая. Ну да. Тут есть различные посадки. Даже есть игровая небольшая зона. А также пруд посередине, который называют озером Игуменским. Пойдём посмотрим. Потом можно там по лесочке по этому походить. Маленькому рощице. Ну-ка, расскажи нам. Рассказывай про репейник. Чё знаешь о нём? А я вообще не знаю ничего о нём. Просто нравится? Да. Ну-ка, покажи нам цветочки. Вот они. Шепастые! Шепастые! Вон, видишь, у них колючки на росточках. Это вон так расчищается крапива. Сегодня тепло, поэтому в Игуменском парке людно. Все люди пришли посмотреть, как плавают уточки. Да, Стёп? А мы пойдём вот на тот мостик. Куда пойдём? Да. На чёрный мостик. Вон они, утки. Вон там, для них колючки. Крючки в кармане. Им лучше овсяные плотные вроде бы. Да. А хлеб для них не очень. Он разбухает у них в желудке. Ну, все помнит. Будешь кидать, или ты не докинешь? Давай попробуем. Давай яблок. Тут не долетает. А там, Стёпе, не видно будет. Ну, давай попробуем. Нет, долетает. Долетает, да, Стёпа? Её нужно все силы прикладывать. Оп! И уже свой хлеб скормили. Остались только мы втроём. Да. Чуть-чуть у нас тоже хлебушка осталось. Ну, сейчас они тут кто-то доедят, стёп. То есть тут понравилось? Вон они какие-то упитанные. Накормленные. Да. Что, видео снять? Ага. Вон там у уточек есть домики, в которых они отдыхают. Да. Наевшись вот этого хлеба. Да. Когда наедаются. Да. Какая картинка прям осенняя-осенняя. Всё-таки осень тоже красивое время года, да? Ну, конечно, красивая. Просто она грустная, что потом почти у нас целых полгода будет снег лежать. О, всё, серая-серенькая. Стёпка тоже сказал в этом году, что осень ему очень нравится, потому что очень красивые золотые листики. Да, Стёп? Всё, Стёп, нету всё. Всё, скормили всё. Скормили хлебушек. Надо в следующий раз целую булку покупать. Ну, да. Хотите, можем ещё доярче сходить булку купить? Да ладно, мы покормили же. Да? Они уже наедут. Хорошо здесь, да? Да, спокойненько. Мы уже сколько раз обсуждали о том, что в этом районе так тихо. Прям пенсионная... Жизнь. Пенсионная жизнь. Там, куда прямо? Также здесь есть место для детей. Называется оно Дворик Архимеда. Здесь представлены различные активности с уклоном в физику. Пойдёмте смотреть. Дворик Архимеда – это детская развивающая площадка. С помощью этой площадки можно ознакомиться с изобретениями Архимеда и познать, ну, хотя бы немножко, законы физики. Здесь же её как-то разломано. Ну, так сколько лет уже этой? Раньше было лучше. Ну-ка давай. Архимедов винт. Ну, что он делает? Давай прочитаем. Тут ещё что-то написано. Перекачка жидкости снизу вверх. Подъём. Ага. Да. Ну, тут жидкости нету. А только жидкости? В жидкости, да. Ну, получается, вот сюда льётся водичка. Да, вот там этот стоит. А, кстати, какой-то экраник был подведён. Да. Чтоб водичка была. Ещё одна штука. Вращающийся круг. Вращающийся круг. Знакомство с особенностями вращения твёрдого тела. Ну-ка давай, покрути круг. А я уже крутил. Ну, покрути ещё. Вот так. Всё. Круто. Да? Угу. Что у нас тут ещё есть? Тут у нас есть солнечные часы. Так. Определение времени из сторон горизонта. Задание. Определивай время, встав в полдень спиной к солнцу, когда твоя тень укажет на север. Так. Стёпка встал. Часы показывают в районе двух часов. Ну, чуть-чуть ошибочка, да? Ну, да. Чуть-чуть ошибочка. Может быть, немножко неправильно установили? Не знаю. Ну, а ты встань вот где ноги. Он же нигде ноги встал. Где ноги. Ровно прямо на два показывает. Да, случается два. Ну, в общем, на час ошибка. А может быть, это то, что мы... У нас же время, как на один час, зимнее, летнее, мы же не переводим. Может быть. Поэтому вот так. Вот, вот, вот. Вот такая. Ммм, всё равно так прикольно. Ммм, прикольно, конечно. А вон ещё какой-то колодец. Так, пойдёмте посмотрим, что там за колодец. Называется рычаг. Нет, это не то уже. Тут уже оторвали. Тут рычаг, он туда должен был опускаться. Поднимать грузы можно было. Угу. Вот сюда упор был. А теперь там красиво. Ну, как, да? Красиво. Ну, задумка прикольная. Ну, почему всё разломали и не делали. Внизу экрана вы сейчас видите ссылки на наши социальные сети. Если вы не хотите пропустить новые ролики, не забудьте подписаться на ВК, на Дзен и на Телегу. Там всё. Новые фотографии, новые сюжеты. Заходите, будет интересно. Вот такой здесь у нас маленький памятник кедровки. Птицы, дающие жизнь кедровым лесам. Видела хоть раз кедровку? Ну, может быть, видела, но не знала. Мы не знали, что это такое. Вот так эта птичка выглядит. Вот так и темечками. Орешками кедровыми. Ага. Вот они. Все угораются, что можно не знаю. Эта уникальная территория принадлежит детям с 1948 года. А я рассуждаю? Все цветники содержатся силами детей и педагогов. Вот так. Вот такая здесь беседочка. Уже сидят друзья мои. Запах пахнет вкусно листиками. Мы в этом парке уже не один раз бывали. Но сколько бы мы раз здесь не были, беседка всегда была занята. И вот нам удалось посидеть в беседке. Мы были раза три здесь. Ну, три раза были, и три раза в беседку мы не могли зайти. Маленький привал для маленького Степчика. Степчик, найди, где здесь у нас более детские всякие качельки. Вон они. Нашел? Мы вот так и пошли. Все озеро обходили, и вон туда пошли. А здесь, вон эта беседка. Подожди. Ну, что? Ну, там вон тех цепочек там не было. Точно, там же был еще вот этот мост. Все, короче, там уже ничего нет. Я вспомнила. Там много еще что было. Ну, а мы переходим в Бувсад. Бувсад ремонтировали целое лето. Два лето. Даже два? Ну, мне кажется, два. Ну, да. Ну, фонтан, по крайней мере, там уже давно не работает. Степа в церковь хочет спать. Правда, что ли? Не знаю. Ну, пойдем. Правда, хочу. Если там не закрыто. Степан нас заводит в церковь Святой Марии. Говорит, давайте сходим посмотрим. Церковь Святой Марии относится к христианской церкви, подразделение... Нет, не католической. Пратестантская церковь. Лютеранская церковь Святой Марии. 2006 год. Закрыто. Закрыто, Степ. Зашли, закрыто. Не зашли. Ну и жалко. 4 часа трое. 4 часа? А, понятно. Спасибо. Спасибо. В общем, в церковь мы не попали. Узнали, что... Вот есть... Когда? 8 октября. Будет органный... Через 2 дня. Концерт. 800... 500 рублей. Рекомендуемая сумма пожертвований. Да. Бронировать билеты надо заранее. Я не знал, что у них здесь орган. Надо сюда, на это. Я бы послушал орган. Рождественские открытие, что надо посмотреть. Послушайте. Интересно, а православные туда могут приходить? Почему нет? Мне кажется, они открыты для церкви. Но мы с тобой в Москве же были в католической церкви. Ой, ну, в общем, в кастрюле. Это церковь, там написано церковь. Это церковь? Да. Какая разница? Когда мы в последний раз здесь были, несколько недель назад, этой беседки еще не было. Когда ее успели? Ее просто привезли, наверное, и поставили. Прикольно. Зимой там, наверное, будет красиво все будет длинненько. Или ее занесет. Одно из двух. Думаешь? Да. Там кто-то танцует. Пойдемте посмотрим. Танец. Вот так. Томск, культурная столица. Идешь, идешь, посадок. Бах. Это вот такая танцевальная постановка. Только Степан нас такого не любит. Он сразу сбежал. Сказал, я туда не пойду. Я пройду мимо. Нам дальше еще поставили навес с качелями. Да, пойдемте посмотрим навес с качелями. Такой похожий был в Москве. Я забыл, на какой станции. Не помнишь? Прям похожий. Мы ее проходили еще постоянно мимо. Да, я знаю. Он около нашего отеля был в дистанции. Помимо беседки, также смонтировали вот такие качельки. Сейчас пойдем поближе. Конечно же, они все заняты. Ну, а ты как хотела. Ну, и это для них будет. А сейчас посмотрим. Занятые, ладно. И дальше пойдем. В любом случае, парк уже давно была пора облагородить. Потому что я не знаю, когда там в последний раз у нас здесь ремонт был. Городцов он в таком виде, до реставрации был, 10 лет назад. Только мы друг друга помним. Да, только вот детскую площадку меняли два года назад на новый корабль. И все. О, там хорек ходит. Кто ходит? Хорек ходит. Хорек ходит. Они еще и крытые, чтобы дождь не попадал. Прикольно было. Да, вообще классно. Фонтан еще потом сделают. Ну, не сделают, включат летом. И будет вообще классно. Так, они увидели кого-то. Хорек. Так. Фонтан и каскад водопадов. Подарен к 400-летию от города Томска. Реконструировали его в этом году? Ну, как реконструировали? Обложили новыми камушками. Я на полкратилу сделала, раз вода стоит. Сейчас она отключила уже. Ну, уже отключили, конечно. Вот здесь была надпись. Вода есть здесь. Ага. Сейчас здесь появится фотография того водопада, который был. Водопад, до фонтана, который был до реставрации. Сравним, что получилось лучше. Ну, так, на мой взгляд, цветные камушки здесь не очень. Когда он был в первоначальном виде, было лучше. А вот эту площадку мы еще не показывали. У нас был... А, нет, показывали. Зимний вариант, да? Зимой Степа здесь уже играл. Мы вдвоем со Степой здесь гуляли. Да. Ну, вот только вчера со Степой смотрели старый выпуск из Бувсада. Там еще и старый корабль, и все старое. И подумали, что нужно снять как раз Бувсад, который новый. И вот сегодня пришли. Даже не сговаривали. На постройку этого комплекса детского было подкачено. Очень много денег. В каком-то из выпусков мы даже прикладывали смету, сколько потратили. Ну, видимо, не зря, раз детям нравится, и так много людей здесь играет. Во всяком случае, Степчику здесь Степчику здесь всегда нравится. Ну, пойдем на корабль, если ты не хочешь. Там мальчишки взрослые, вон они могут шибить. Ну, короче, людей много там. Он так не любит. Вот эту дорогу тоже перекладывали, и уже разразился скандал. Потому что инвалиды по вот этой штучке съехать не могут. Слишком крутой спуск и подъем. Ну, я вот не представляю, что вот человек с ограниченными возможностями, он там-то подъезжает. Да. И остановиться он, наверное, здесь уже не сможет. Ну, это вообще... Тут русские горки будут. Ну, а заехать, естественно, здесь вообще нет никаких вариантов. Ну, заехать он вообще не заедет, а спускаться тоже. Еще раз переломаться. Ну, и, конечно же, будучи в центре Томска, невозможно не пройти мимо суперкрутого здания, которым вдохновлялся наш замечательный писатель Волков, написавший «Волшебник изумрудного города». Говорят, что именно этот дом является прототипом изумрудного города. Вот он, вот так выглядит. не знаю, сейчас видно ли его цвет, потому что уже вечереет, и солнце с другой стороны. А ты знала, что в этом доме открылся филиал нашего музея, который на Воскресенской горе? Нет, первый раз слышал. И говорят, что вот на этой неделе уже можно будет посещать его. И чего там рассказывают? Просто про это? История там? Да, говорят, что в этом году губернатор ездил с проектом «Томск-изумрудный город» в Москву, и вот теперь у нас развивают эту туристическую концепцию о том, что «Томск-изумрудный город». Значит, надо сходить. Мы в том-то не были. Кстати, мы со Степой хотим сходить в тот музей и посмотреть. Не знаю, там можно снимать или нет. Не знаю. Ну, наверное, будем прогулку на этом заканчивать? Да, ну, не знаю. Сейчас что-нибудь у нас прогуляемся, и все. Ну, на всякий случай давай всем скажем пока. Всем пока. Спасибо, что смотрите нас. Всем пока, говори. Он уже выдул. Смотри, выдул сок весь. Это хитрец. Два сока выдул. У меня отобрал свой выдул. Мы на Бали летим, как Бали. Сегодня Дубай, затем на Бали. Где мы завтра найдем себя тайно ли? Может, Москва, а может, Мадрид.